Всем привет, с вами канал на грани фола, продолжаем карьеру за Валенсию. В прошлой серии мы вылетели из кубка, к сожалению, от Атлетика, но 2-1 в гостях обыграли Галтасарай. И сегодня у нас ответная игра с Галтасараем и также матчи Ла Лиги с Левантой и с Бетисом. Три игры, мы с вами находимся на пятой строчке, 46 очков, 1 очко до четвертой стречки, которая дает место в стыках Лиги Чемпионов, поэтому наша задача занять не ниже четвертого места точно место. Расписание вот такое, Галтасарай, вначале Левант, от Галтасарай, потом ответная игра и Реал, Бетис. А дальше уже матчи вообще с топами. Это Севилья, 1-8 Лиги Европы, если мы пройдем, будет Валенсия-Барселона и также ответная игра и матч с Реалом. Просто следующая серия будет просто пушечная, но надеюсь, эта серия будет не менее крутая и не так уж много осталось вообще игр, а точнее еще вот все игры до конца сезона, поэтому пока мы находимся неплохо, но есть всегда куда стремиться к чему. Давайте посмотрим, кстати, Бомбардиров. Давно я не заглядывал туда. Рейтинг голов, кто у нас там в топах. Бензима 16 мячей, но Роналдо с 14 мячами на четвертой строчке. Криштиану не сдается в своем преклонном уже возрасте, но что говорить, если Месси и Бензима тоже уже не молодые ребята. И Месси на второй позиции по голам, так что Роналдо у нас оправдывает свое место на поле. Дзюба с голевыми передачами, кстати, неплохо тоже идет, но не об этом сейчас, нам надо бороться в каждой игре, идти от матча к матчу, как говорят, и стараться каждый матч с 5 очки посмотреть, как устала команда, да, играем мы. Очень насыщенный, давайте Диакоби, Тони Лато в отличной форме, так что он, скорее всего, появится на поле. Так, давайте Тони Лато вот сюда пойдет. Черышев в прекрасной форме, Дзюба тоже, давайте, Криштиан Роналдо отдохнет. Головин тоже в отличной форме. Вот так его поставим. В общем, команда на подъеме находится, давайте Капитана выберем. Ну, вратаря можно, да. А, вас, вас, Капитан же наш, со всеми общаемся, скоро будет стрим, и у нас там матчи впереди просто с топами, топы и стопов, топище. Выходит команда на поле, из-под трибунового помещения. И, надеюсь, у нас получится эту серию начать с победы и уже попробовать, попробовать, не упустить четвертое место, на котором идет Асасуна, которая очень высоко забралась в этом сезоне. У нас ротация состава продолжается. О, какой удар поймал на себя наш защитник, классно. Головин сразу пас на джуниора. Неймар очень ко двору пришелся к нам, в команде очень много уже пользы принес. Пас вперед. Головин. Неймар. Там подключение защитников. Это вас, который превосходным ударом владеет и передачей. Штрафные мы за него не один раз забивали. Он прессингует, посмотрите, как Леванте. Он играет дома все-таки, поэтому так может быть борзе. Забегание Тони Лато. В хорошей форме, нужна подача. Подача есть, борьба. Дзюба проигрывает ее. Отскок за нашими ребятами. Миранчук слет убьет. Вратарь справляется с этим ударом. Хороший удар Миранчука. И хорошо действует галки про Леванте. И вот уже зладела мячом Леванте. Но первый наш натиск они выдержали. Посмотрим, выдержим ли мы их натиск. Они тоже так нарочито идут вперед. Но пока мы спокойно справляемся. В обороне. И спокойно, спокойно держим мяч под своим контролем. Мы играем первым номером. Кемпинбе. УАЗ. Леша Миранчук. Касание на Головина. Тут дальше на Неймара. Дзюба ждет. Получает пас. На фланг. Тут Денис Черышев. Подача на Дзюбу. Борьба. Много наших российских игроков. Но уже есть ветераны, да, и Черышев. И уже тем более Дзюба уже не молоды тоже. У нас вообще атака возрастная. Там и Гомес. И, конечно же, Гомеро. Уже вообще не молоды далеко. А Короналду. Да и Неймар уже тоже. Скоро к 30-летию близится. Так, опасная контратака. Мы очень раскрыто действуем. За это можем поплатиться. Но успевает Кэмпембе здесь отобрать мяч. Вместе с Головиным. Головин. Вас. Пас на Мернчука. Плохой пас. Опасный момент. Надо просто вынести мяч. Удар. Неожиданный удар из-под защитника. Не факт, что Силлисон бы справился. Да, надо защите попроще. Когда уже такие моменты опасны. Попроще просто выносить мяч. Да и все. Тем более у нас есть кому бороться. За эти мячи верховые. Черышев. Отлично в отборе. Пас на Артема. Дзюба. Дальше на Неймара. Неймар. Красиво принимает мяч. Джуниор. Удар. Накрыт. Удар. Ну как Неймар. А развернулся. И тут рикошет. Штанга. Мяч летит. Перекладин точнее. Какой курьезный момент. Ну как с проворотом. Да, Неймар принял мяч. Просто великолепный мастер. Джуниор. И опять атака. На атаку на атаку. Матч сумасшедший. Начало серии просто превосходный. И под фол подставляются игроки Леванты. В красный-синий в армейской такой форме. Да. Все в этом матче уже произошло. Кроме голов. И вот и голы. И к сожалению в наши ворота. Со стандарта. Микель Везга забивает гол. Франк Лэмпорт недоволен. Конечно же. Вроде с навесом справились. Но на подборе здесь никого нет. И расстреляют просто ворота. Наши. Но я думаю, что в этом матче будет много голов. Я немножко опешил от этого гола. Но не сильно расстроен. Я надеюсь, что мы сможем забить. И не один мяч. Бальверде. Но сейчас будет закрываться. Уже не будет так нарочито действовать. Леванты. Опасная атака. Леванты. Фрутос. Удар. Добивание сейчас будет. Да. Удар. Силисон что творит? Успел перевернуться. Силисон парирует. Второй удар. Уже лежа находясь. Ай да Силисон. Ай да хорошая проблема. Нас в обороне. Да. Нас. Ротация в обороне. Потому что устал. Устали. Этот. Варан устал. Основной центральный защитник. Из-за этого могут быть проблемы. Видите в обороне. Да. Но Силисон потащил. Супер. Два удара подряд. Надо собраться нашей команде. Что же перекусывают пока наши атаки все. И мы не можем выйти из обороны. Заброс. Еще один вперед. Здесь вратарь даже должен сыграть спокойно. Силисон. Красавчик. Силисон. Все спокойно. Ребят. Первый тайм уже завершается потихонечку. И надо организовать одну еще атаку хорошую. Тони Лато. Денис Черышев. Дзюба. Дзюбы очень плотно играют с Артемом. Не дают даже развернуться, чтобы пас отдать. Отличная стеночка. Но здесь Кэмпембена. Скоростной. Наш центральный защитник. Грамотно действует. Дзюба. Пас на голове на не пройдет. Здесь Барди. Да. Вот тебе и Леванте. Черышев. Ну, ошибки вот эти при выходе из обороны в атаку. Надо не торопиться. Ну, смотрите, какой прессинг сумасшедший. Миранчук. Его вдвоем здесь обезмячили. Можно сказать, удар еще один спозащитника. И концовка, конечно, осталась за Леванте. За хозяевами матча. Да. Настоящую войну нам устроил этот клуб. Давайте второй тайм. Сейчас там попозже выпустим Криштиан Роналду. Если дело не пойдет. Попробуем без него забить гол. Головин. Ай-яй-яй. Надо было вверхом, наверное, дать здесь головину. Но не получилось. Эдуарте. Перевод на Коке. Заброс вперед. Видите, сейчас будет строго на контратах действует Леванте. Потому что они ведут 1-0. И им это выгодно. Тони Лату здесь спокойно. Надень мячом у нас больше. Но опаснее были в конце первого тайма наши соперники. Неймар. Контролируем этот мяч неплохо. Рончук. Заброс на Дзюбу хороший. Артем можно пробить. Но здесь, да, накрыл его защитник. Но угловой это шанс для нашей команды. Можно попробовать на Дзюбу и подать. Подача. Борьба от Дзюбы. Удар в борьбе с защитником. И нет. Точным ударом не получается. Фрэнк Лэмпорт полон эмоций. Ну и в борьбе Билл Дзюба выиграл борьбу. Но пробить точно не получилось, к сожалению. Отворот. Видите, даже никто не стоит здесь, чтобы разыгрывать мяч. Футболистов хозяев. Кемпимбе выиграет второй этаж. Неймар. Дзюба. Долго. Артем. Долго. Тема. Чуть-чуть быстрее надо с мячом расставаться. Хорош Вальверде. Очень хорош Неймар. На Дзюбу. Дзюба. Получает подкат здесь. И мяч показывает арбитр. Марти. Ой-ой-ой. Здесь Ваз должен подстраховать. На фланг атака у Леванте. Взрывная такая команда. Хорошо здесь обыгрывает голодина. Пас. Под удар. Удар. Рикошет. Отбиваемся мы как можем. И затяжная атака уже у Леванте получает. Заброс вперед. Опасно. Вратарь должен сыграть. Играет. Вот вам и Леванте. Да. Взрываются они вот так в свои атаки. И очень опасно действует. Давайте. Пора выпускать. Давайте. Неймар сыграет вот здесь. Атакующий плачник. И выпустим Криштиану. Криштиану. Поменяем флангами. Ой. Здесь Гиакоби. Укротил непростой мяч. Пас на Тони Латта. Дальше на Черышева. Черышев. Забегание. Забегание. Вижу. Тони Латта забегает. Хорошо. Пас в шрафную. Но нет. Это спокойно. Перехватили этот пас. И посмотрите как действует. Леванта. Чуть ли не через. Ленточку своих ворот. Они перепасовываются. Перепасовываются. Ничего не боятся. И в контратаку сейчас будет убегать. Кемпенбе хорош. Гиакоби страхует. Миранчук. Спокойно. Вот они хорошо здесь прессингуют. При потере мяча сразу не дают нам атаку развить. Видите. И перерывают пасы. Дзюба борется на втором этаже. Серия рикошетов. Сумбурный футбол. Какой пошел. Вальверде заброс на Тони Латта. Туда-сюда. Мяч ходит. Надо уже его к себе прибрать. 72-я минута матча мы проигрываем. К сожалению. Нам очень нужны эти очки. Мы на одно очко отстаем от четвертого идущей команды. От Асасуны. И проигрывать никак не хочется. Но Леванта пока очень грамотно есть. Даже заменам нашим не дают. Чтобы замены наши произвелись. Потому что нет остановок в игре. Кемпенбе. Гиакоби. Но долго. Мои ребята долго расстаются с мячом порой. Мне это не нравится. Дзюба. Касание. Хорошо. Все закрыто. И Неймар теряет мяч. Если бы ждал, я кому можно отдать пас. И в итоге не нашел. И конечно перехватили уже. Да. Вальверда ошибается в передаче. Никак ничего нельзя сделать. Хороший здесь подкат. И желтая карточка, наверное, будет. Но мне показалось, что хороший подкат сделал Кемпенбе. Но арбитр так не показал. Чистейший подкат. Ну вот чистейший в мяч. Ну посмотрите, ребят. Напишите в комментариях. Чистый же подкат был. Какой? Еще и карточка главная. Жесть. Подача. Снова стандарт. И снова со стандарта. Очень опасно. Здесь от Ливанды. Могу сейчас второй мяч пропустить. Практически так же, как первый. При подборе, видите, никого нет. И за это мы получаем моменты. Так, надо капитаном сделать Роналду. Тогда повысить сыгранность сразу на 94. Повязочку отдать Криро. Лучший бомбардир нашей команды. И одного из лучших бомбардиров Ла Лиги. Как в старые добрые времена. Солер. Пас не туда. Я давал на Дзюбу. Ну, Неймар классно высыпал этот мяч. Роналду. Нет, теряет мяч Криштиану. Вставать, вставать надо Роналду. Хватит лежать. Руки там. Поднимать. Ничего не даст. Джейсон. Пас на Карлоса. Солера. Солер. Подача. Опасный момент. И да! И кто забивает? Вышедший на замену. Супер игрок Криштиану Роналду. Спустя несколько минут он делает результат. Я думал, уже не дает эту передачу. Немножко такая неловкая, что ли, она получилась. Но Криштиану Роналду на опережение. На своем супермастерстве опередил защитника вратаря. И поразил цель 1-1. Криштиану Роналду делает разницу. Вот что значит крутой форвард. Посмотреть гол просто великолепный от ноги там. И сейчас будем бороться с вами уже за победу. Последние пару минут осталось до конца матча буквально. Давайте попробуем, попробуем выиграть его. И уже не так, не так выглядит грозно Леванте. Но идут в атаку. Тем не менее, опасный момент. Зря я сказал, что они выглядят не грозно. И тут же нам забивают ответный мяч. Ну тут же. Ну ничего не поделать с этим. Ничего. Думал я о победе. А в итоге, прям в следующей же атаке мы пропускаем мяч. Ну как такое может быть? Пошли мы вперед. Видите, может быть из-за этого раскрылись чуть-чуть. И вот здесь выбросились на защитник. Овсайда нет. Завис там 23 номер наш. Сумасшедший матч какой-то. И снова статус-кво восстановило Леванте. И здесь уже нарушение. А им уже ничего не остается. Они не дадут нам спокойно атаку развить. Им надо выиграть. А каким путем, это уже не важно. Кристиану, конечно, полезно вышло. Но, блин, этот гол меня прям осадил конкретно. Забросим туда, будем бороться там. Страфной. Роналдо. Ну видите, не выигрывает никто. Все силы вперед мы уже с вами. Делаем. Будет как будет. Пропустим еще, неважно. Но, может, удастся забить. Для этого надо хотя бы мяч отобрать. Вальвердо хорош. Неймар. Парли Солер. Пас на Дзюбу. Разворачивается Артем. Пас на Роналду. Роналду. И вот двое аж страхуют. Ну, потому что нельзя оставлять такого мастера один в один. Обыграет кого угодно. Роналду здесь фол. И последний шанс забить. Делают туда заброс. Будем там бороться. Подача. Диакаби. Борьба. Скидка. И прямо в вратарю мяч летит. Да, все это поражение. К сожалению. Думал, что удастся закомбетчить. Но, видите, вышло так, как вышло. Я старался. Но, к сожалению, ничего не поделать. Тут же пропустились через минуту. Очень обидное поражение. Надеялся как минимум на ничью. Но имеем то, что имеем, ребят. Поддержите канал лайком и подпиской, ребят. Расскажите своим друзьям. А мы двигаемся дальше. Видите, упускаем мы. И пятую строчку. У нас Асуна, кстати, проигрывает. И Реал Бетис туда влетает. Это нам выгодно, что проиграл Асуна. А также одну очко осталось. Конечно, в тройку уже не войти. Там разрыв огромный. 60 очков уже у конкурентов. У Атлетика, Барселона, Реала. Вот эта вечная троица последних десятилетий. Но одну очко всего лишь отрыв. Поэтому любая победа сразу нас может вознести туда, в четверочку. Но также и поражение может очень насолить. А сейчас ответная игра с Глобцараем. Напомню, первую игру мы выиграли. 1-2 в гостях. И сейчас будем играть дома. Поэтому нас устраивает ничья с любым счетом. Но мы играем на победу. Давайте Гомес пойдет в старт. Гзюба. У него очень хорошая форма. Головин, Гомеро может сыграть. В принципе, уставших особо нет. Варан отдохнул. Так, вот Егор пусть будет. Миранчук. Давай Гонсало Глэдеша вот сюда. Что-то он здесь, да? 79, вот так, может 81. Так, Гомес. Центральный. Сыграем. Селесен. У него очень хорошая форма. Но у нас есть Матрей Сафонов. Конечно же, он и сыграет. Так, у вас подуставший, да? Есть. Но он в хорошей форме, с другой стороны. Район, замена, если что, пойдет. А давайте на Ямара поставим сразу. Растопчем. Галтасарай очень злой. Он у них очень боевитый состав. И первая игра была сложная. Но здесь ВПЕС практически легкий и бывает. Погнали. Ответная игра. Лиги Европы против Галтасарая. На нашем стадионе домашней на Миссали. Возможность выхода в 1-8. И Криштиан Роналду, и Радамиль Фалькау выводят каждый из своих ребят на поле. Давайте, пожелайте мне удачи. И погнали. Ротируем. Ротируем мы состав. Ну, есть костяк из 5-6 футболистов, которые на поле практически всегда выходят. Если здоровы и в хорошей форме. Роналду сразу пас на Карлса Солера. Выход 1-1. В борьбе с защитником здесь все-таки накрывал немножко Солера. Защитник и парирует вратарь. Этот удар, ну, хорошо начали. По-домашнему. Спокойно отобронялся относительно Галтасарая. Но был опасный момент. Но защитник висел на ногах у Солера. И поэтому не получился удар сильный. И справился с ним голкипер. Гонсало Гуэдаш. Нет, встречает. Жестко, но в рамках правил Гонсало. Пас на Роналду. Роналду может пробить Роналду. Штанга. Второй момент в этой игре. На середине первого тайма. Отличный момент. Хорошо бил Криштиану. Немножко тощисти не хватило. Но здесь раздумывать некогда было. Видите, уже накрывали Криштиану. Ну, очень опасен Криро. Винтит. Но джуниор без этого не может. Варан. Гонсало Гуэдаш. Гая подключается к атаке. Дальше на Гонсало Гуэдаш. Сенга. Гонсало Гуэдаш. Штрафной прострел. На Гомеса. Борьба. Нет, он отбивается. Галтасарай отбивается. Фалькао. Ой-ой. Снова немножко открылась наша команда. И тут же контратака. Но и Марм, смотрите, идет отрабатывать центральным защитником чуть ли. Кластерман здесь встречать должен. Опасная атака. Ну, нет, Вальверде. В порядке. Гомес. Заброс на Криштиану. Донг против Криштиану. Роналду ставит корпус. Роналду на скорости уходит от Донг и Роналду. В ближний угол. Удар. Тащит. Подбор за нашим клубом. Кластерман. Нет, Тюран здесь перекватил. Орда. Тюран. Игравший в Барселоне, кстати, по-моему. Если это тот Тюран. Какой, я думаю. Ваз. Солер. На Гомеса. Гомес. Хороший пас на Криштиану. Роналду. Еще удар. И снова голкипер на месте. Уже трижды бил Криштиану. И трижды. Нет, дважды спас вратаре. И один раз. Штанга. Ну, а штанга друг вратаря, как известно. Роналду почему-то подает. Хотя у нас есть джуниор Неймар. С хорошей крученной подачей. Давайте ему дадим это исполнить. Неймар. Подача на Карлоса Солера. Борьба. И здесь, смотрите, Фалькао на подборе. Но с ним справляются. То есть, как и с Неймаром. Сейчас справились вдвоем. И надо в защиту бежать нашей команде. Сорачии. Перевод сейчас будет. Муслера-то, да? В порядке. Тащат все удары пока. Тем временем первый тайм. Уже близится, близится к завершению. 37-я минута манча практически. Вальвердовой какой подкат. Здесь может отложена бы карточка. Хороший перевод. Тюран. Опасная атака. Фалькао разворачивается. Но страхует джуниор. Смотрите, что творит Неймар в защите в этом матче. Просто превосходно. Солер. Пас на Роналду. Гомес на подборе. Гонсало Глэдеш на Криштиану. Выход один на один. Роналду. Роналду решать надо. Криштиану. Но не попадает он. Как бы нам это не вышло боком в итоге. Все-таки прорвались мы здесь в атаку. Вышли. Вышел Криштиан один на один. Пробил его мимо ворот, к сожалению. Как бы это ни аукнулось. Потому что если один мяч забьет Галдасарай, то уже совсем другая будет история. Ни одного удара пока у них нет. Но счет-то на табло 0-0. Это немножко расстраивает и настораживает. Донг. Хорошо у нас. Мне нравится по движению. Все в порядке с нашей командой. Вот реализация пока подкачивает. Подача. Неймар снова в обороне действует. Очень грамотный. На удивление. Ух ты, красивый ложный замах. В атаке турки. И вот момент на Валькау, который превосходно играет головой. И первый тайм завершен. 0-0. По статистике мы переиграем, конечно. Ну а что? По ударам, по воротам. Но за это очки не дают. Нам забивать голы. Погнали. Во втором тайме. Канал на грани пола. Ответная игра Лиги Европы. Давайте пройдем турков. И вообще нацелен выиграть Лигу Европы. Фигулик, кстати, вышел на место Тюрана. Которого я анонсировал чуть ранее в первом тайме. В Лиге Европы можно вполне побороться. И уже в следующем сезоне играть в Лиге Чемпионов. И решать другие задачи. И уже побороться за тройку в ЛАА Лиге. Ну посмотрим, как будет. И будет ли вообще второй сезон. Там в комментариях решим. И еще стрим будет. Так что, ребята, залетайте. Ставьте колокольчик. Как Фалькао красиво пропускает мяч. Удар и гол. Вот тебе и на. Этот гол еще пока мы не вылетаем при счете 0-1. Но это неприятно. И как Фалькао там акачнул нашего защитника. Не стал принимать мяч. А пропустил его сам себе на ход. Очень классный, красивый прием. Пока я тут разговаривал о победе в Лиге Европы. Мы пропустили мяч. Ну как Фалькао сыграл. Вот просто посмотрите. Это же высококлассный форвард. И как он здесь действовал. И пока я только пропускаю мячи. Хотя, ну, Роналду забил, понятно, в той игре. Я имею в виду, пока это все... Не радужно. Гомес, Роналду, Криштиану. Нет... В статике Роналду уже не так опасен, как на скорости. Карл Солер, Гомес, Роналду. Неймар. Солер. Гомес. Хороший пас на вас. Нужна подача вас. Ну да, уже далеко был... Отпустил мяч у вас. И тяжело было подать точно. В защиту надо возвращаться. 57-ая минута матча. 0-1. Мы выступаем 2-2 по самим двух матчам. За счет двух голов на выезде мы проходим. Но 2-0, понятно, что уже пройдет... Пройдет турецкий клуб. Поэтому нам надо забить гол. На тоненького, а. Заброс вперед. Варан спокойно здесь справляемся. Сафонов. Неймар. Карл Солер. Гомес. Вас. Карлос. Неймар. Красивый пас на Гомеса. Гомес. Решать надо. Гомес отдает пас на пустые Криштиану Роналду. Но здесь все сделал. Гомес, который выложил мяч в Криштиану. Хотя мог пробить сам. И... Криштиану Роналду. Снова забивает уже в Лиге Европы. Хорошая атака у нас здесь получилась. Все молодцы. И Неймар классно сыграл. И вот здесь Гомес мог зарешать сам. Но выдал пас на набегающего на третьего. И Роналду же в пустые ворота мяч переправил. 1-1. По-прежнему гол Галтасарая. И на этот раз уже выведет в овертайм нас. Если 2-1 будет в обратку. Ну, я надеюсь, что сейчас раскроется. Турецкий клуб. И мы забьем свой гол. Спокойно пройдем их. Карл Солер. Как мчит на скорости. Солер. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не хватило полметра ему. Чтобы этот пас был в рамках правил. Дошел уже Роналду. Посмотрите. А, здесь перехватил пас Муслеры. И снова этот финт. И уже Акабаба. Акбаба делает этот финт. Уже как Фалькао показал. И пропихнул себе на ход. И это работает у Галтасарая. Видимо, это какая-то командная у них заготовка. Они там отрабатывают этот финт. Да, не так-то просто. Но я знал, что с турками будет непросто. Вот это упертые ребята. Ну, что здесь случилось? В Нигры случилось. Ну, сразу мяч там никому не достался. Давайте спокойно туда выбьем мяч подальше. Улучшает по ногам Криштиану снова. Ну, не свистит почему-то. Нет, свистит. Все-таки арбитр с большой задержкой. Но по итогу свистит. Слава богу. Уже освободился от мяча Криро. И получил здесь, видите. Грубо по ногам. Пробью я попробую. Хоть и далеко. Очень до ворот. Роналду! Сильно. Но мимо. Тренировочный удар. 69-й минуты матча. Надеюсь... Нам главное не пропустить сейчас. Я надеюсь забить все-таки в первую очередь. Нежели не пропустить. На этом настроен. Заброс. Большими силами идут турки в атаку. Варан. Варан. Ну, как долго. А, Варан. Мяч этот укращал. Надо в одно касание все-таки действовать. Все. Я говорю об этом. Но не выношу мяч. Почему-то. И за это могу поплатиться. Опасно может быть сейчас. Удар накрыт. Рикошет. Сафонов на месте. Просто надо вот туда заряжать. И все. И тут играть. Здесь есть кому-то бороться. Роналду. Скидка на Гомеса. Не проходит. Неймар. Долго получает подкат. Неймар. Давайте уйдем в оборону побольше. Ласкерман. Здесь не должен проиграть. Не проигрывает. Неймар просто в обороне очень круто действует в этом матче. Роналду. Надо пас отдать. Не туда. Я давал паса на Гомеса. Эх. Если бы тут прошел пас сразу. Да? На Гомеса. Видели вы. Роналду. Вот сюда. Гомес. Гомес. Решай. Гомес. Да. Вот Гомес. И отдал пас. И забил сам. Гомес. Делает эту игру. Показывает всем сердечко. 2-1. Мы проходим гол в Сарай. Уже можно с уверенностью это сказать. Хорошо разыграли. Неймар снова поучаствовал с Криштианом. Красиво. Касани. И вынимай. Проходим мы в 1-8 Лиге Европы. Фалькао. Хорош варан. Мою критику он разрушает этим действием. Пас хороший Неймара на Криштиану. Роналду. 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 Он должен забить в этом матче еще. Удар. Муслера снова тащит. Что творит Муслера? Подача рикошеты. Гол нет. Роналду. Ой-ой-ой. Такой гол курьезный. Криштиану Роналду оформляет. Дубайль. Но должен был забивать сначала. Но вот так все получилось. Серия рикошетов. И гол сольфи залетает. Ну какая у нас а серия получается. Курьезная и классная. Ребят. Юбилейная 10 серия карьеры за Валенсию летучих мышей. И посмотрите какие забавные здесь моменты происходят. Ребят. Ну кто не подписан. Колокольчик обязательно нажмите. Чтобы не пропустить следующие выпуски и стримы. На следующей неделе будут стримы. Два стрима точно будет. А там посмотрим. Ну 3-1. Ну все. Раздавили. Раздавили Голосарая как я и хотел. Но был небольшой шанс у них. Когда не забили один гол. Я уже начал немножко переживать. А вдруг пропустим второй. И вы знаете как здесь в Песе. Можно. Могут не дать просто тебе забить. И все. Что бы ты ни делал. Вот еще одна желтая карточка. Уже злятся. Злятся турки. И получают. Ммм. Футболисты турецкого клуба. Терри Каре. Заброс вперед. Там будем играть. Пас на Гомеса. Борьба. Карлис Салер на подхвате. Две минуты до конца основного времени. Криштиану. Ну пусть Криштиану подаст. Раз он так хочет в этом матче. Подача. Черышев. Борьба. Отскок здесь. О, Дегор. Гомес. Пас на Неймара. Неймар в касание. Рикошеты. Суета в штрафной площади. Велтосарая. Ну. Молодцы наши ребята. Довольны как мы сыграли этот матч. О, Дегор. Неймар. Неймар. Здесь подкат без нарушения. Даже не вибрировал у меня джойстик. Варан. Варанище. И все. Время вышло. Мы проходим дальше. Отлично. Отлично. И посмотрим, кто попадется нам в 1-8. Игрок матча Криштиан Роналду. Отлично. ЦСКА посмотрите. Проиграл, да? По спортингу только по дополнительное время. Другие результаты. Ребят, Шахтер проиграл. Не знаю, что с Украины меня смотрит. Ребят, Краснодар, кстати. Аякс, посмотрите, прошел. Ну, вот так на паузу поставьте. Кому интересно, посмотрите. А у нас следующая игра и последняя в этой серии против Реала Бетиса. У нас непростое положение в Ла Лиге. А мы, кстати, попадаем на Арсенал. И просто у нас следующая серия просто улетная. Ребят, нельзя пропустить матч с Сивили в гостях, да? Потом Арсенал на выезде снова. Потом Барселона. В Арсенал ответка и Реал Мадрид. Ну, просто вот эти матчи. Сразу сыграем их, наверное, все пять. Это просто какое-то сумасшествие. Я не знаю. Это будет уже много решать. Что там будет с таблицей у нас и так далее. И пройдем ли мы дальше. Реал Бетиса, кстати, четвертый идет. У них 47 очков. А у нас 46. Просто игра сейчас с прямым конкурентом. Просто последний отрезок сезона. Это просто какая-то чума. Что-то Силисон стал сдуваться. Ну, ничего, Матвеюшка Сафонов. Я думаю, затащит, если что. Так, Головин на замену пойдет. Терри, давай в основу. У вас устал все-таки. Ну, и остальные все пусть так, кто и есть в Сарце, те играют. Да, концовочка будет, ребят. Ставь лайк. Пиши в комментариях, что думаешь об этой карьере. По-моему, она получается огненной. Давайте форму поменяем. Что-то мы в одной и той же форме постоянно. Вот так сыграем. Прости, вы оранжевый. Погнали. Одну очко разница между нами. Играем против Реала, но не Мадрида, а Реал из Бетиса. Реал из Бетиса, который идет очень хорошо в таблице. И на одну очку нас опережает. У них 47 очков, у нас 46. Это борьба с прямым конкурентом. Поэтому будет очень крутой матч. И очень интересный. Вообще концовка сезона просто лютая получается. И матч с Арсеналом в Лиге Европы. Но и очень много крутых событий. Поэтому, ребят, не пропустите. И посмотрим, если как там по активности насчет второго сезона будем играть, не будем. Все это уже будем думать потом. Поехали. Играем дома. Начинаем активно. Миранчук. Плохой пас. Браво, кстати, Клаудио стоит на воротах у Реала Бетиса. Но они очень высоко забрались. Тоже борются за Лигу Чемпионов. Варан, посмотрите, куда ушел. Эти подключения Варана иногда пугают. Ну, если есть страховка, почему нет? Одегор, хорош. Неймар. В великолепной форме сейчас Джуниор находится. Заброс на Криштиану. Манди здесь. Рамотно действует против Криштиану. Фекир. Тоже хороший очень игрок. В Леоне, по-моему, долгое время играл. Если я где-то что-то там путаю, ребята, или не то что-то говорю, могу что-то забыть. Вы в комментариях пишите, поправляйте меня. Все читаем, всем отвечаем. Куадрада подает. Короче, состав у Реала Бетис очень даже крутой по фамилиям. Не зря они так высоко. Миранчук. Финк Миранчука. Пока нет особого продолжения. Одегор. Неймар. Вот Неймар из глубины поля, кстати, очень даже продуктивно действует. И на атакующем полу защитники очень классно себя проявил в прошлом матче. Одегор. Нет, не успевает Фекир. Миранчук. Хорош в отборе. Пас на Неймара. Джуниор. Красиво. И продуктивно. Одегор. Подключаем. Гая. Дальше на Карлеса Солера. Солер. Нет, не проходит мяч защитников. Очень низко, кстати, обороняется Бетис. Варан здесь хорошо страхует. Спокойно. Контролируем мяч и игру. Мы играем дома на месте Сталии. Терри. Пас на Миранчука. Миранчук. Назад. Видите, как низко обороняются в две линии Реал. Тяжело такую оборону взломать. Но у нас есть хорошие мастера для этого. Гая. Вот такие, как Криштиану. Роналду надо бить. Криштиану. Подкат там достаточно жесткий, но не успел пробить Роналду. Но окрыли в подкате рискованным, но оправданным. Виктор Руиз. Манди. Камараса. Нельсон. И в атаке уже Бетис. Но наши все, по-моему, вернулись куда надо. Каре. Борьба. Миранчук. Теряет мяч. Леша долго с мячом расстается. Борьба. Карл Солера. Неймар здесь в борьбу. Смотрите, в фронтаже ведет и выигрывает. Красиво. Неймар действует. Очень классный игрок. Да, и по трансферам там разберемся. Все, это уже ближе к концу сезона. Сейчас прокурор. Пока окно все равно закрыто. Никто в клуб не перейдет. Надо решать задачи. Попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон. И попробовать выиграть Лигу Европы. От этого будет зависеть, будет ли второй сезон или нет. В том числе заброс вперед. Кемпи Бе спокойно на Сафонова. Отыгрывает. Матвей забирает. В разминочной форме это. И начинаем очередную свою атаку. Терри. Перевод на Вальверде. Вальверде. Варан. Криштиано. Карл Солер. Пас на Неймара. Неймар откидывает мяч на Роналду. Роналду в касание бьет. Клаудио Браво. Вот эти комбинации мне очень нравятся у нашей команды. И такие красивые, нестандартные передачи в одно-два касания. Посмотрите, как действуем здесь классно. Неймар под удар Роналду в касание бьет. Но Клаудио на месте. Миранчук пошел подавать со своей волшебной левой ноги. Подача. В направлении маленького Одегора получается. Карл Солер на подхвате. Одегор. Варан. Неймар. Красиво и эффективно Карреа. Подача. Рикошет. Карвалио. Который Вильям. Заброс. На Фекира. Фекир выиграет борьбу. И надо влететь в защиту нашей команде. Вроде успеваем мы. Фекир. Вальверде против него. Удар. И Вальверде, да. Успевает подставить ногу. Хорошая контратака Реала. И неплохо действуем мы. 34-я минута матча. 0-0 пока. Нам никак нельзя здесь проигрывать этот матч. Тогда мы точно уже опустимся гораздо ниже. И выпустим этих конкурентов. Эммерсон. Гая. Вот. Попроще сыграл я. И сразу поменьше проблем стало. Янми. 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 Здесь Карреа. Как я его говорил фамилию. Карреа уже мяч отобрал. Неймар. Пас на Криштиану. Роналду. Там он один совершенно бежит. Карл Солер. Получает мяч. Солер. Против Эммерсона. Нет. Эммерсон здесь как стена стоит. Хотел я его пройти на полном ходу, как говорится. Вальверде. Вальверде хорош. В опорочке. Роналду на Неймара. Неймар. Лонгшот из-под защитника. Опасный удар джуниора. И чуть-чуть не точно. Вот здесь Вальверде хорошо отобронялся. Выдал на Неймара. Тот метр из 25 пробил на мяч. По уходящий. От ворот пошел. 0-0. Концовка первого тайма. Порная игра. Руиз. Манди. Перепасовывается в защите. Реал Бетис. Да, и очень плотная, конечно, таблица. Вот эта за четверку, за четвертое место идет борьба. Очень плотная. И там впереди, напомню, Арсенал. Да, Реал, Барселона, Севиль. В общем, следующая серия, ребята, огненная будет просто. Как и эта. Но согласитесь, кто бы мог подумать, что так сыграем с Леванто. И за камбэчем вроде тут же пропустим. Но потом... Ой, какой пас на Криштиан Роналду. Выход один на один. Роналду забивать надо. Объед по центру. Под опорную ногу. Клаудио Браво. И Криштиан Роналду в этой серии просто феерит. Криштиан Роналду забивает практически все голы нашей команды. Голевая машина Криро. Какой пас. За Неймара метров на 35. И здесь уже вся оборона отрезана. Все четверо. Вы посмотрите. Остались позади. И Криштиан просто сделал свое дело. Инстинкт убит. И сработал. И распечатаем им ворота. 1-0. Льва Ленинси выходит вперед. Круто. Хорош. Миранчук дважды отбирает мяч в одной атаке. Роналду принимает мяч. Укрывает корпусом. Вперед. Хороший запрос. Кстати на Нельсона. Гая его немножко упустил. Но он здесь наверстал. Пока принимал мяч. Опасный момент. Врикошет. Удар. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И мяч туда по-моему мимо шел. Но попал в варана. К сожалению. И вылетает в наши ворота. Но вот ничего не предвещало беды. Прелесть, да? Футбола. Все. Отборонялись спокойно. Удар. Посмотрите. Прямо в сафон улетел мяч. Но на пути встал варан. Неловкая. Но это участь центральных защитников. И вообще игроков. Кто оказывается в обороне. Что от их. Сел. В данном случае от головы мяч попал в сетку. Ну хотел как лучше. Получилось. Как всегда. Да. Вот такой вот гол. Мы пропускаем. Но ничего. 1-1. Нам надо обыграть и скинуть этих ребят. С их места. Поэтому идем в атаку теперь уже. Одегор. Хоррэ. Хорош. Одегор. Солер. Карлос. На Роналду. Роналду. Красиво разворачивается. Роналду. Здесь страхуют Криштиану вдвоем. И очень низкая оборона. Линия обороны у Реала Бетис. И потом они, видишь, делают такой средний пас в направлении Фикира. И он здесь уже пытается разобраться с нашими ребятами. Кемпенбея. Миранчук. Одегор. Хорошо. В касании. Неймар. Неймар на Кореа. Кореа. Нужна подача. Подача есть. Она крыта. Миранчук. Нет, не успеет. Фикир. Вольверде здесь не дает Фикиру разбежаться. И все. Быстро атаку уже не получится у гостей. Заброс на Квадрадо на Кемпенбея. Это его позиции здесь мячи забирать. Неймар. Неймар. Никто не встречает Неймара. Неймар. Неймар. Неточный Неймар. И устал уже. Неймар. Давайте попробуем замены сделать. Давайте Дзюба. Выйдет, наверное, вместо Неймара. Пока хватит. Подустал Джуниор, да. В неплохой форме он сейчас находится. Нам надо сейчас свеженького игрока, Дзюба, который может потолкаться. Побороться. 70-й минуту матча 1-1. Обидный гол снова пропустили. Да многие голы обидны на самом деле, но ничего не поделать. Надо просто забивать больше. 1-0. Это всегда скользкий счет. Роналду, Дзюба. Хорош. Дзюба. О, Дегор. Подключаем. Миренчука нет. К этому готовы защитники бетятся. Фекир. Пас на Нельсона. Здесь Варван. Успеет. Нельсон как прикрывает мяч. Все-таки вдвоем мы отобрали у него мяч. Солер. Роналду. Криштиану. Подключаем. Подключаем Карлса. Подача на Роналду. Борьба. Удар Роналду. Ну, не опасно. Получается спокойно. Клаудио забирает мяч. Опеку делает Роналду. Ну, практически каждый матч ему делают опеку. Не мудрено. Как говорится. Гая. Здесь против Нельсона. Нельсона очень хорош, кстати. Ой-ой-ой. Как бы тут не пенальти был бы. Ну, вроде до штрафной, да? Нельсон очень реактивен. Да, до. Представляет угрозу, конечно. Так, 79-ая минута матча. Корео устал. Кластерман давайте. Давайте Гая пойдет сюда. Сюда. Сюда и ставить некого. Тогда Гая пусть. У нас одна замена и два уставших игрока. Давайте Черышева. Двойная замена и опасный штрафной у наших ворот. Почему-то кемпинбе здесь стоит. Зачем он здесь нужен, непонятно. Подача. На дальнюю штангу. Борьба. Отскок. Морена. Не дать пробить. Не дать пробить. Ну, как же так проходит мяч? Ну, как проходит мяч? Блин, ну, стоит наш игрок. И как сквозь него мяч пролетает. Ну, что я здесь могу сделать? Ребят, ну, посмотрите сами. Ну, не могу. Подгорает. Забирай спокойно, блядь. И через него мяч пролетает. Через между ног. О, эту гору. Который вот стоит прям перед мячом. Мяч катится еле-еле. Почему же он проходит? Посмотрите. Оп. Ну, это ничего не поделает. Если тебе захотят забить этот искусственный интеллект в пейсе, то он тебя забьет и ничего не сделает. И матч, который мы выигрывали, спокойно превращается в какую-то фигню. Два гола сами себе. Ну, согласитесь. Бред какой-то. Дзюба! Теперь будем бороться за ничью хотя бы. А теперь он не даст нам забить просто. Подача. Роналда. Скидка. Дзюба. Бить надо Артему долго. Борьба. И нарушаемый правиль. Ну, все против нас в этой игре. Все просто. Сейчас что мы сделали? Головой баднули. Ну, пипец. Не могу, зла не хватает. Браво от ворот выносит мяч. Просто невозможно ничего сделать. Пять минут до конца игры. Сейчас мы еще, наверное, пропустим. Просто капец. Черышев. Баран. Одна из последних атак нашей команды. Кимпенбе. Ранчук. Все, они автобус припарковали. Ничего не сделать. Гая. Долго. Вот Егор. Пас на Роналду, который уже еле волочит ноги. И проигрываем мы эту игру. К сожалению. Ну, если в первой, да, игре, там, ну, бывает. Пропустили сразу, как забили. Но здесь какие-то голы просто левые идут. Два гола ужасные. И нас сейчас сразу откинет назад всю эту ситуацию. Все. Сейчас свисток арбитра. И уступаем его в этой игре. Автогол. И там, когда мяч сквозь этого проходит. Ну, не сквозь. Между ног, которые еле катятся. О, Дегор. И не самого последнего игрока. Что тут можно поделать? Ну, вот так устроено, значит. Ничего нельзя поделать. Да сейчас мы, конечно, откинемся вообще. На шестую строчку остаемся. Три очка. Четыре уже от четвертого места. Но еще, конечно, есть игры. Но сейчас игры со всеми топами. Поэтому вот на такой невеселой ноте я заканчиваю, ребят. Ну, спасибо, кто досмотрел. Подписывайтесь обязательно на канал. Колокольчик не забудьте. Друзьям расскажите. И в следующем матче просто сумасшедший. Там и Севилья, и Реал, и Барселона, и Арсенал в Лиге Европы. Так что оставайтесь с нами. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok